Привет, друзья! Гринлд на связи! Сегодня у нас распаковка, и мы распакуем фигурку тигриного когтя, лидера культа. А теперь мы призовем существо, что даст силу, которой мы все так жаждем! Тигринный коготь, лидер этого культа? По-английски он называется Tiger Claw Crimson Leader. Crimson переводится как темно-красный или алый. Поэтому, если дословно перевести, то это тигринный коготь, алый лидер. В таком облике тигринный коготь был в пятом сезоне, который называется «Рассказы о черепашках-ниндзя». Это правда! Где он создал специальный культ и вызвал демона Каваксоса. Духами всех своих предков кляну служить тебе, господин! Оформление и упаковки мне нравится. Видим четырех черепашек в своем супер-ниндзя облачении. Надпись «Рассказы о черепашках-ниндзя» и эта серия называется «Супер Шреддер». На обратной стороне упаковки видим линейку фигурок, вышедшей в этой серии. Пора распаковать этого полосатого парня. Заставьте их смотреть! Вот так тигринный коготь выглядит без упаковки и давайте его рассмотрим поподробнее. Фигурки оставили базовую голову, такая же как была у обычного тигринного коготья. И в конце видео мы сравним эти две фигурки. Голова классно покрашена, у нас есть тигриные полоски, оранжево-белая морда, традиционная нашлепка на левом глазу, нос и рот также окрашены, что довольно классно для фигурок базовой линии. Облачен наш тигриный коготь в такой монашеский балахон. Сзади у него капюшон, опоясан он такой красной ниткой. Эти нижние части балахона резиновые и они гнутся и довольно мягкие, когда к ним прикасаешься. На шее у него такой традиционный для его культа шарф с определенными символами с обеих сторон. Руки тигриного когтя находятся в рукавах балахона. И видим, что правая рука тигриного когтя это металлический протез, который он получил в конце четвертого сезона. Если помните, его сестра Алапекс отрубила ему руку и дальше он уже в сериале с новой крутой механической рукой. Это очень классно, что фигурки это отобразили. Ноги тигриному когтю оставили от прошлой версии. Он одет в штаны. Как видите, можем разглядеть ноги только нижнюю часть, с задней стороны раскрыв балахон. Тут мы видим такое выпячивание. Это такая прикольная деталь обрубок хвоста тигриного когтя под балахоном. Фигурка устойчивая. Проблем, чтобы поставить ее в определенное положение, нет. Артикуляция у тигриного когтя довольно проста. Он может вертеть головой. Руки у него сгинаются в плечевых суставах и в лучезапятных суставах. Вот он ладонями может крутить. Также ноги сгинаются в коленях. Вот видите. И, наверное, в тазобедренных суставах. Да, точно, в тазобедренных суставах. Но широко развести ноги у тигриного когтя не получится. Из-за пола вот этого балахона черного. Оружие тигриного когтя абсолютно такое же, как было у фигурки в первой версии. Это два бластера. Один пистолет лазерный бластер, а другой, который замораживает. Пистолеты легко входят в лапы тигриного когтя. И мы видим, что в металлической лапе этот пистолет немного гуляет. Он может выпадать. Можем попробовать в обычную лапу его вставить. Да, в своей здоровой лапе тигриный коготь держит пистолет покрепче. Вообще у него тяжело будет забрать. Это оружие. А механическую мы можем вставить в другой пистолет. У него рукоятка пошире. И он будет лучше держаться. Вот такой вот ковбойский стиль с двумя пушками. Пришло время сравнить две фигурки тигриного когтя. Мы видим, что фигурка лидера культа немного выше. Голова, как я и говорил, взята та же самая. Но видим, что у основной фигурки тигриного когтя голова была покрашена чуть поинтересней. Есть такой мягкий переход белого в оранжевый цвет. А у нашего нового тигриного когтя он как-то более резкий. Руки совершенно отличаются. Видим, что у нового тигриного когтя лапа побольше, чем у старого варианта. И ноги, как мы уже говорили, абсолютно одинаковые. Мы получили, что хотели. Идем отсюда. По пропорциям соотношения с черепашками ниндзя, тигриный когтя очень даже подходит. Он немного выше Донателло, мы видим. А Донателло у нас самый высокий из черепашек. И в принципе, они вполне могут устроить сражение. Сдавайся, Донателло! Никогда, тигриный когтя! Чтобы Каваксос воскресил великого Шреддера, нам нужно добыть еще один предмет. Это сердце Шреддера! Жесть! Я думал, у Шреддера сердца не было. Мне фигурка тигриного когтя понравилась. Мне нравится, что они сделали ее такой же, как она была в мультфильме. Они добавили эту деталь с механической рукой, и это очень круто. И теперь у нас в базовой линейке по черепашкам ниндзя есть две разновидности тигриного когтя. А в комментариях напишите, какая фигурка тигриного когтя вам нравится больше. Новая фигурка или старая? А еще, конечно же, напишите обзоры на какие фигурки вы хотели бы увидеть на канале. Спасибо за внимание! С вами был Гринланд. Тут сейчас должны высветиться разные видосики. Это будут обзоры на другие фигурки. Если вы их не видели, можете их посмотреть. Не забудьте поставить лайк, подписаться. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok